Всем привет! Перед просмотром видео не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. В мае 1945 года Комитет обороны СССР принял постановление о создании на севере Таджикистана так называемого Кабината номер 6. На его сооружение были выделены внушительные по тем временам средства. Построили его в крайне сжатые сроки заключенные ГУЛАГа, бывшие пленные советские офицеры и немцы, выселенные во время войны с Поволжьей. Расположенный неподалеку от Ленинобада, Кабинат стал первым в Советском Союзе добывающим предприятием атомной промышленности. Со строительством Кабината развивалась и инфраструктура. За короткое время вырос современный город Чкаус. Атомный наукоград страны, получивший кодовое именование Ленинобад-40. В городе расширялись и подсобные производства, обеспечивающие нужды горно-обогатительного комбината. Так, на базе центральных авторемонтных мастерских, организованных при комбинате в конце 1945 года, был образован авторемонтный цех. После ввода новых участков в 1953 году он реорганизовался в Чкаусский авторемонтный завод, который обеспечивал ремонт автотракторной техники, работавшей на горно-обогатительном комбинате, и в местных рудоуправлениях. В частности, завод освоил капитальный ремонт автомобильных ГАЗ-ММ, ГАЗ-51, ЗИС-150, тракторов С-80 и тракторов С-100 и экскаваторов Э-302. Ремонтировали массовую лендизовскую технику, которая после войны работала на урановых разработках. Додж, Виллис, Судебекер. В марте 1958 года Министерство среднего машиностроения СССР, курировавшее атомную промышленность, в том числе и деятельность Ленинобадского горно-химического комбината, бывшего ГОКа, приказало наладить серийное производство автобусов для перевозки работников на объекты министерству. Задание было поручено Чкаусскому авторемонтному заводу, который уже имел некоторый опыт в создании деревянных каркасов при ремонте автобусов ЗИС-16. Освоение новой продукции началось с выбора изделия. Которые предстояло собирать. Им стал КАГО, выпускавшийся Каунарским авторемонтным заводом номер 3. Автобус с дерево-металлическим кузовом вагонного типа на базе шасси ГАЗ-51, простой по конструкции и хорошо вписывающийся в технологии мелкосерийного производства. Между заводами было заключено соглашение о предоставлении рабочей документации. И в августе 1958 года большая группа чекаловских инженеров прибыла в Каунарс, где они изучали технологии автобусной сборки. Из Прибалтики в Чекаловск привезли не только всю техническую документацию, но и полный комплект деталей кузова, по которым на заводе быстрыми темпами готовились шаблоны, образцы и оснастка. Первый автобус, собранный из кауновских комплектов в мае 1959 года, получил обозначение Таджикистан-1. В течение года он проходил испытания и осенью был отправлен для показа в Москву. В 1960 году на заводе сготовили первые серийные 112 пассажирских машин. Надо отдать должное работникам предприятия, которые за столь короткий срок смогли поднять новое для себя направление. Хотя, если признаться, начальные шаги в освоении выпуска машиностроительной продукции в Чекаловске сразу не дали оточенной технологии массового изготовления деревянных каркасов. Собранные при помощи множества шурупов, гвоздей и древесного клея, они представляли собой жуткое зрелище. По воспоминаниям работников завода, среди инструмента, которым пользовались изготовления деталей деревянного каркаса, особо выделялся, вы не поверите, топор, но опыт приходит со временем. И через несколько лет Чекаловский АРЗ выпускал уже 150-200 пассажирских машин в год. Кроме автобусов, здесь постепенно начали осваивать производство другой продукции, в частности, дефицитных прицепов и полуприцепов. Первым в 1961 году стал двухосный прицеп с боковой с двухсторонней разгрузкой АСП-3. А через несколько лет появились двухосные полуприцепы ППС-14 и ППС-20. В 1966 году на шасси ГАЗ-66-01 был разработан специальный автомобиль для военизированных горно-спасательных частей ВГСЧ систем Минсредмаша и Минсветмета СССР. Он предназначался для доставки оперативной группы спасателей на место аварий. На базе автомобиля ВГСЧ с 1974 года малыми партиями выпускался и пассажирский вахтый автобус с кузовом ГАЭМ-02. В 80-х годах оба автомобиля получили собственные индексы – вахтовый АС-3901 и горно-спасательный 3902. Они выпускались до 1992 года. Но вернемся к автобусам. Модель Таджикистан-1 продержалась в производстве с незначительными изменениями до 1976 года. А ее агрегатные кузова полностью собраны, но без шасси, поставлялись предприятиям Министерства вплоть до 1978 года. В 1962 году модернизированный Таджикистан получил индекс Т1А. Появились сдвижные форточки в окнах, дополнительный отопитель и декоративные элементы кузова. Но все это не спасло устаревшей конструкции. В 1968 году группа инженеров заводского КБ приступила к разработке нового автобуса на базе шасси ГАЗ-5201 цельнометаллическим кузовом. Через год первый опытный образец Таджикистан-2 был представлен Москве. По замечаниям комиссии, изделие было переработано. В 1970 году свет увидели первые 24 серийных автобуса Т2 на шасси ГАЗ-53А. В процессе производства конструкция неоднократно подвергалась изменениям. В 1973 году, после очередной модернизации, внешний вид автобуса получил индекс Т2А, а в 1975 – Т2Б. 4 апреля 1975 года был выпущен тысячный автобус второй серии. Эксплуатация автобусов в Таджикистан в суровых условиях Урала, Сибири и Средней Азии, где они возили барригады рабочих по карьерному бездорожью, выявила ряд существенных недостатков в их конструкции. Прежде всего, речь шла о низкой выносливости и тяговитых характеристиках базового шасси. Поэтому в 1974 году было принято решение о применении шасси ЗИУ-130, которое имело более мощный двигатель и эффективную тормозную систему. С целью преемственности конструкции опытные образцы Т3 и Т4 на новом шасси получили кузов, почти полностью унифицированный с прежней моделью – Таджикистан 2Б. Однако испытания на Дмитровском автополигоне показали, что под шасси ЗИУ-130 необходимо разрабатывать новый кузов. Работы по созданию модели Таджикистан 5 длились меньше года, трудились в напряженном режиме по 14 часов в сутки. В итоге в 1975 году на полигоне Нами было представлено два первых образца нового автобуса. В целом, конструкция получилась удачной. И на следующий год доработанный под серийной производством Таджикистан 5 вновь отправился в Дмитров. По результатам комплексных испытаний автобус признали годным к серийному выпуску. И за 1976 год на заводе успели изготовить первую партию из 19 машин. Несколько лет Таджикистан 5 выпускался малыми партиями параллельно с Т2Б. В это время автобусы постепенно модернизировали, избавляя от детских болячек, которые неминуемо всплывали при эксплуатации. В 1978 году автобусы получили более широкую трехстворчатую пассажирскую дверь. Вместо двухстворчатой и новой передней светотехнику уже 1 августа 1980 года был выпущен тысячный автобус Т5, полностью сменившую устаревшую модель на конвейере. В 1982 году автобусы получили наименование по новой отрасли в нормале Таджикистан 3205. Но смена названия не повлекла за собой изменения в конструкции автобуса. Интересный факт. Индекс 3205 получил и автобус ПАЗ. Однако это не помешало ему стать двойником, поскольку Таджикистан не имел официально присвоенного индекса по линии Минавтопрома. В 1986 году для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС по заданиям Минсредмаша в экстрем порядке были построены несколько партий 20 местных автобусов в Таджикистан, системы принудительной вентиляции воздуха и свинцовыми панелями в обшивке кузова, за что получили прозвище «свинобусы». Более полусотни таких машин с тщательно обработанным герметиком швами обшивки имели другую конструкцию пассажирских сидений, при которой приходилось сидеть почти на самом полу. Осознавая чрезвычайную ситуацию, коллектив завода трудился круглые сутки. С момента получения заказа до отгрузки первой партии из 10 свинобусов прошло всего 15 дней. В июне 1986 года на них уже ездили ликвидаторы, строившие саркофаг. Освободившись от военных заказов, в конце 80-х годов на заводе, ставшем к тому времени авторитетным среди машиностроительных предприятий, начали задумываться о создании новой модели автобуса на замену Т-3205. Последний, хоть и пользовался заслуженным уважением в автохозяйство, но морально устарел. По этой причине в 1990 году по заказу Минс-Ренмаша во Львовском ВКЕИ автобус Прома начались разработки новой серии базовых автобусов для Чкаловского АРЗ с колесной базой 3,800 и 4,500 мм. В мае 1991 года в экспериментальном цеху ВКЕИ был собран один опытный образец Таджикистан 4209 на короткобазном шасси с дизелем 645, но в 1992 году договор был расторгнут. Второй длиннобазный вариант Таджикистан 42091 так и остался в виде голого каркаса, гнигний на территории АРЗ. Лихолетие постперестроечного процесса в СССР болезненно сказалось на экономике среднеазиатского региона. Социально-политические встряски затронули Чкаловский завод. Разрыв давно налаженных связей с поставщиками и потребителями сказался на экономической стабильности когда-то процветающего секретного предприятия. Чтобы выжить в этих условиях, в 1991 году по предложению руководства ЛГКХ на базе Чкаловского АРЗ, переименованного в Чкаловский автобусный завод, было создано совместное предприятие Худжандзил. Амазил, имея 49% в основном капитале, по договору обязался в счет взносов поставлять в Республику Таджикистан шасси для производства пассажирских машин. Он же являлся главным дилером ЧАЗа по продаже автобусов в Таджикистан в России. В 1993 году на заводе предприняли вторую попытку создать новый автобус. Совместно с конструкторами ЗИЛа и АЦЛК был разработан проект для двух базовых моделей. 3220 бензинового короткобазного и 4214 дизельного длиннобазного. Первый собранный ЧАЗ 3220 представили широкой публике на московском Моторшоу 93. В течение следующего года были построены еще три образца модели 3220. Один из них с дизельным двигателем. Однако детальное изучение изготовленных образцов выявило ряд существенных просчетов конструкции. Не были учтены и возможности существенного производства. Автобус требовал серьезно дорабатывать, а финансовых активов на это не хватало. Проект был заморожен до лучших времен. В 1994 год ознаменовался отчаянная попытка организовать сборку автобусов модели 3205 в России. Это могло решить сразу две важные проблемы. Сложность поставки шасси и других комплектующих из России в Таджикистан. И проблема отправки готовых автобусов обратно, где и были сосредоточены основные потребители продукции ЧАЗа. При посредничестве АМАЗИЛ был заключен договор с СП Родниковское управление предприятий, город-родники Ивановской области. На базе которого планировалось развернуть сборку автобусов из таджикистанских машинокомплектов. Об этом я расскажу подробно в следующей серии. С этой целью из ЧАЗа приехало несколько специалистов, которые привезли полную техдокументацию и готовый каркас автобусного завода. Однако, эта комбинация с треском провалилась. Тогдашнее руководство СП РУП решило в обход ЧАЗа самостоятельно наладить производство автобусов, используя чакаловские чертежи. Так появился на свет двойник Таджикистана, автобус родник 3230. С этого момента дела у чакаловского завода пошли хуже некуда. Политические волнения в Таджикистане вынудили уехать многих инженерных работников, и завод остался почти без квалифицированных кадров. Кроме того, из-за отсутствия спроса предприятие собирало по 5-10 машин в год, что едва обеспечило потребности самой республики. Чтобы поднять интерес к таджикским автобусам в России, на заводе старались модернизировать существующую модель. В период с 1994 по 1997 годы автобусы получили новое шасси. Была изменена тормозная система, внедрена более привлекательная цветографическая схема окраски. В обновленное семейство автобусов «Час» вошли модели 3223 на шасси ЗИЛ 431410, 32231 на шасси ЗИЛ 433362 и 32232 на шасси ЗИЛ 433102. В 1999 году для получения российского одобрения типа транспортного средства на заводе взялись за глубокую модернизацию своих автобусов. Переходные модели «Час» 322311 получили более высокую крышу. Боковые аварийные окна меньшего размера. Еще через два года полностью изменен дизайн задней части кузова. Ее сделали практически вертикальной. Пассажирская дверь стала двухстворчатой, а все боковые окна унифицировали под один размер. Новые автобусы получили индекс 322312. На их базе специально для российского рынка была создана городская двухдверная версия «Час» 322312.01, но она, к сожалению, была выпущена лишь тиражом нескольких экземпляров. Завод также изготавливал по штучным заказам автобусов различные комплектации. Ритуальные, повышенной комфортности, бронированные, грузопассажирские, с изотермическим кузовом и другие. Однако автобусы «Час» не пользовались спросом в России. Многих потребителей по-прежнему отталкивало удаленность производителя. Хотя использование базового шасси «ЗИЛ» давало возможность без труда послужить эту технику. Да и рамная конструкция, проверенная временем, как нельзя лучше подходила для тяжелых условий российского бездорожья. Жаль только, что все эти преимущества таджикских автобусов остались без внимания, поскольку о них самих мало известно в России. Сейчас «Чикаловский автобусный завод» не оправдывает своего названия. Предприятие живет капитальным ремонтом троллейбусов и выпуском прицепов. Производство автобусов практически остановлено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин